Всем привет! Сегодня вы увидите, как создать, скажем так, свой худ, а именно режим, дополненный реальностью железного человека, и поучаствовать в эксперименте в создании будущего уни-луча. Конечно, это не прототип, но это эксперимент. Пошаговое создание, чтобы вы были в курсе каждой детали, как работает мой уни-луч. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вместо того, чтобы безрезультатно скопировать уни-луч железного человека, я решил, как говорил раньше, создать это по-своему. Все мы должны понимать, что все, что мы увидели в фильме, останется в фильме. Но это не значит, что мы не можем приблизиться к этой задумке в реальной жизни. По-своему. И для этого проекта я решил использовать лазеры мощностью 50 милливатт зеленого цвета. При такой мощности этого достаточно, чтобы слегка проплавить резину или поджечь бумагу. Ну, или в лучшем случае восстановить спичку. И чтобы не упасть лицом в грязь, для начала я проведу мини-эксперимент с ним, в котором вы, конечно же, будете свидетелями. Для эксперимента мне достаточно лишь одного лазера, хотя больше у меня все равно нету. Итак, подведем итоги по этому эксперименту. Я представлю вам мое решение, которое, возможно, в будущем будет, скажем так, очень эффективным в создании полноценного прототипа уни-луча. На первой схеме вы видите уни-луч в вид сбоку в разрезе. Сам прототип будет использовать 10 лазеров, лучи которых направлены в центр и отражаются системой подвижных зеркал. Задача которых – направить все лучи в одну точку, создав тем самым подобие фокусного расстояния. Некоторые из вас могут написать в комментариях, а почему бы не пропустить все лучи через собирающую линзу для объединения их в один луч? И мой ответ – ничего не выйдет, так как два лазера с одинаковой длиной волны и параметрами их источников нельзя собрать в один луч. Это будет пока лишь Марк 1, но дальнейшие модификации помогут мне завершить этот проект, до тех пор, пока я не смогу убедиться, что собранные в одну точку лучи лазеров максимально эффективно прогревают объекты. Я думаю, вам не стоит объяснять, что сам уни-луч был расположен в грудной части железного человека, поэтому я сделал то же самое. Но каркас, как вы, наверное, увидите, будет пока что в сыром варианте. Но не волнуйтесь, он как шлем будет дорабатываться и изменяться какие-то дизайны. Если у вас возникают какие-то идеи и предложения, напишите это в комментариях, с удовольствием почитаю. А для того, чтобы питать свой уни-луч, я решил использовать повышающий преобразователь напряжения с 3-х вольда до 4-х. И, конечно же, два литий-ионных аккумулятора 18650. На днях я подумал, что у железного человека в костюме, помимо функции уни-луча, арк-реактор выполнял основную функцию, это реактор. Боже мой, как будто открыл Эврику. И поэтому сейчас вы увидите создание моего личного реактора в моем костюме, точнее, для моего будущего костюма, в стиле И. Из одной игры. Кто не знает, о чем, я не волнуйтесь, я об этом выпускал ролик. Сейчас, вроде, должна выскочить подсказка. Я правильно подсказываю? Я правильно показываю, да? Правильно? Также нам нужен устойчивый к щелочному раствору корпус. Чтобы было удобно выкачивать топливо, был использован шприц объемом 20 мл. Где я, конечно же, обрезал от него лишнее, оставил ту часть, на которую насаживается игла. Для того, чтобы сделать реактор, я припас немного нержавеющей стали, так как процесс электролиза вещь губительна для металлов, которые участвуют в этом процессе. Размер пластин составляет 18 на 2 сантиметра. Исходя из расчетов, которые я научился вычискать... Неправильно! Сначала рассчитывается активная площадь пластин, а потом уже диаметр соединительных шлангов. Ты сначала... Я сначала пропустил пластин. Ты сначала... Ты сначала... Ты tekraran. Исходя из Анапеза... А приятной бонусной функции я решил добавить подсветку в этом реакторе. Ну куда же нам без нее, это же реактор, он должен слетиться. Вы же понимаете, это же канон. И, конечно же, последнее, не забываем про герметичность, это очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, грудная, скажем так, часть у меня работает вполне неплохо. Конечно же, там пока еще нету системы унилуча, но, сами понимаете, эксперимент должен быть успешен. И поэтому мне нужно будет собрать полноценный прототип, который будет работать как нужно. не, 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 не волнуйтесь, это не то, что вы подумали. Это всего лишь удобный способ закачивать топливо в мой новый реактор. Я думаю, вам невооруженным взглядом видно, как быстро и эффективно генерируется топливо в этом реакторе. Конечно же, оно будет накапливаться в отдельных емкостях, но это уже в будущем. Ну, с унилучаем, я думаю, на сегодня мы закончили пока что. Переходим к созданию худо-железного человека, а именно режим дополненной реальности, который будет шлемем моего костюма. Некоторые из вас, возможно, уже догадались, как это работает, на чем это основано. Но те, кто не знает, не волнуйтесь, я все расскажу. Но сначала нужно его собрать. Чтобы все надежно работало и аккуратно выглядело, было решено спроектировать корпус для худ и напечатать его на 3D-принтере, который, к счастью, был у всеми вам известного Леши Буркана. И он любезно разрешил мне его напечатать. Нам теперь понадобится дисплей OLED 128x64. И так как я никогда еще не создавал подобный гаджет, для начала я попробую выводить данные на дисплей от датчика. И нам понадобится мегаконтроллер Arduino Pro Mini, датчик температуры и влажности, вогнутая выпуклая линза. Ну, господа, теперь можете меня поздравить. Сырая версия Huda у нас теперь работает вполне успешно. Осталось только настроить операционную систему, которая будет совместно через Bluetooth передавать данные от датчиков мне в смартфон или, к примеру, параллельно еще на дисплей. Так я смогу следить за состоянием своего костюма. В целом все работает идеально. То есть технически изображение видно четко. Мой глаз не напрягается, чтобы разглядеть какие-то цифры или значения, которые вводятся с дисплея, отражаясь уже через систему зеркал и в линзу. А на этом, я думаю, уже все. Ждите следующий ролик. И чтобы не пропустить его, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, если ты еще не подписан. Нажимайте лайк или дизлайк. Хотя в зависимости от того, как вам зашел этот ролик. И на этом пока все. Всем пока. Эй, псс, да-да, вы, те, кто смотрит сейчас этот ролик. Я понимаю, вы думали, что сейчас уже все, закончилось. Но хочу попросить вам кое-что. Поделитесь этим роликом со своими друзьями. Если вам понравился ролик, вы поставили лайк и написали комментарий. Поделитесь. Прошу вас. Я хочу добить 10 тысяч подписчиков в дальнейшем, чтобы ваша активность возросла, а у меня появилось больше повода улыбаться и делать еще более крутые проекты для вас в дальнейшем.